Доброе утро, уважаемые трейдеры! Кто только знакомится с финансовыми рынками, только, скажем, вникает в суть трейдерского ремесла, все знают, что такое статистика по рынку труда. Всем на слуху, скажем, non-farm barrels, поскольку это тот самый релиз, который обеспечивает рынок мощнейшим инкурсом для движения. Non-farm barrels – это одна из ключевых компонентов, которые характеризуют состояние американского рынка в целом, американской экономики. И, соответственно, если у нас есть какой-то релиз, который мы можем разбирать в такой плоскости, конечно же, мы априори рассчитываем на мощнейшие движения, не только рынка Форекс. Ведь помимо, собственно, самой спекулятивной среды, в движение также приходят и фондовые активы, и долговые бумаги, то есть инструменты облигационного рынка. В 15.30 по московскому времени мы ждем non-farm barrels, мы ждем уровень безработицы, количество новых рабочих мест традиционно. Сразу же хочу выделить динамику по росту зарплат, поскольку на основании этого релиза, собственно, так же, как и месяц назад, квартал назад, мы будем с вами рассуждать о будущих темпах роста инфляции, то, как это повлияет на решение педрезерва касательно процентных ставок. До тех пор, пока мы переключимся на американский рынок труда, у нас будет возможность подорговать британцам в 11.30 по московскому времени. Ждем данные по активности в сфере услуг. Напоминаю, что три ключевых релиза, которые мы в целом выбираем по Англии, помимо ставок, конечно же, помимо данных по объему покупок активов, помимо политического фона, то есть Брекзита, это компоненты активности в производственном секторе, в строительстве и в сфере услуг. Производственные и строительные секторы, да, важны, но не настолько, как сфера услуг. Сфера услуг – это генератор 80% экономического роста. Поэтому сегодня уверен, что первый отчет, на который мы реально должны обратить внимание, станет первой новостью, которая явно приведет к движению по британцу. Я думаю, что это движение будет не меньше 50 пунктов уж точно. И если фунт является тем инструментом, которым вы спекулируете, друзья, среди прочих, конечно же, этот релиз пропустить ни в коем случае нельзя. После данных по активности в сфере услуг, как я уже отметил, переключаемся на Non-Farm Parals. В 17.00, следом за Non-Kami, будут публикованы данные по активности в сфере услуг ISM под Аштатом. Тоже важный релиз. Можно даже сказать, что здесь логика точно такая же, как и в рамках ожиданий мощных движений по британцу в момент выхода активности в сфере услуг, потому что США, так же, как и Англия, это развитый рынок. И сфера услуг – это основной источник роста, ну, один, скажем так, из основных источников роста и всего экономического расширения. И замыкать, собственно, торговую сессию будет традиционный отчет для пятницы. Это также традиционный отчет для трейлеров, которые следят за нефтью. Бейкер Хьюз, количество нефтяных терминалов. Ну и, конечно же, от того, сколько платформ в итоге будет зафиксировано уже по итогам прошлой недели, мы попробуем с вами порассуждать, что же в целом происходит по активности американских производителей. Но думаю, что это уже в целом лишнее, потому что мы сейчас отыгрываем на рынке нефть и другой фон, который связан с опасениями, а все-таки, на мой взгляд, неизбежного перенасыщения всего глобального рынка с первым предложением. И каждую неделю мы с вами, не потому что нам хочется, а потому что так складываются события, новости находим, то благодаря чему мы лишь еще больше убеждаемся в том, что грядут времена, которые мы помним еще, скажем, по периоду до 2015 года, когда котировки нефти действительно испытывали серьезные пресси и давления. Сейчас цены на нефть откатили, и, как вы понимаете, плавненько я перешел к нефтянке. С 72,5 долларов за пароль мы снова подобрались к отметке 73,5, даже, можно сказать, к уровню 74. Расстраиваться ни в коем случае не нужно, не нужно паниковать, не нужно, скажем, перестраивать свою активность по этому инструменту, потому что ничего не произошло. Опять же, если у нас с вами четкое представление, почему котировки нефти должны двигаться вниз, мы должны спокойно относиться к любому откату, потому что это суть, это еще доказательство специфики любого трендового движения, но не может рынок двигаться в одном направлении. Если вы также еще используете технический анализ, я советую построить линию Movin Average 150-дневную, можете даже 200-дневную, поймете, что есть такой барьер, который очень близко сейчас подходит к минимуму, которые были зафиксированы в последней торговой сессии, и, возможно, технари пока зацепились за этот сигнал и попробовали сейчас, собственно, откупить, но позиционно ничего не меняется, друзья. Мы ждем 70 долларов за баррель, грядет новая неделя, я уверен, что там по мере возобновления нашего внимания, точнее, основного акцента к тому, насколько остро сейчас обстоят переговоры между США и Китаем, вы понимаете, что я не просто так сделал акцент на эти регионы. Нас особо сейчас даже не интересуют, как обстоят переговоры между США и Европейским Союзом, потому что там все поставлено на паузу до осени, сейчас вернемся еще к этому вопросу. Но вот в отношении Китая по-прежнему гнут свою линию, что США, что Китай. Соединенные Штаты Америки не оставляют, собственно, попыток увеличить перечень товаров, в отношении которых действуют новые тарифы. И Китай продолжает также агрессивно агрессиваться на любые выпады со стороны Штатов, заявляя о возможности контрмер ответных действий, которые, скажем, раскручивают рынки, расшатывают эту динамику, провоцируют волатильность и внимание к тому, что сейчас не все спокойно. В отношении нефти, почему нужно продавать этот актив? Ну, во-первых, потому что у нас есть явные, очевидные доказательства, с вашего позволения. Я сейчас снова не буду уходить в статистику, потому что на этой неделе много раз уже говорил, сколько нефти добывается сейчас в Саузской Аравии, сколько нефти добывается и планируется добывать в России. Что по планам у стран в целом ОПЕК и отдельно ОПЕК+, то есть как Содружественного Этического Пакта. Вы, если, опять же, посмотрите прошлые брифинги, убедитесь, там, цифрами подтверждено то, что в планах выйти на совершенно новые уровни по добыче. Ну и, конечно же, друзья, логический вопрос, он, тире, еще и риторический, который следует сразу же за этим. Как рост нефти добычи скажется в целом на будущих перспективах? Не через несколько дней, не через неделю, через несколько месяцев для всего рынка нефти. Это, опять же, основа долгосрочного взгляда. И если у нас есть риски замедления мировой экономики, опять же, ноги здесь растут из-за вот этого конфликта, если есть подтверждение при этом не корректирующего в соответствии с спросом предложения, а невзирая на потенциальные риски для спроса все равно увеличения предложения, я не могу позволить себе сделать ставку на то, что котировки могут восстановиться. Поэтому ставлю на прежний сел, ставлю на то, что нефти будет больше. Я верю, что в какой-то мере, может быть, это чрезмерно оптимистичное ожидание, но США смогут смягчить позицию по Ирану до такой степени, что, по крайней мере, оставят в прошлом угрозы, которыми они забрасывают и отдельные регионы, и отдельные компании, продолжающие работать с Ираном. Это, конечно же, нездоровая практика. Я вообще не понимаю, почему, собственно, Соединенные Штаты Америки позволяют себя вести таким образом. Может быть, опять же, сигналы о том, что позиция США может измениться, это неспроста взятая, скажем, новость, она на чем-то опирается, и продолжение этой истории мы увидим в прошлом. Ну, в общем, я не знаю, как будет обстоятельство дела дальше по иранскому вопросу, и что произойдет, собственно, с вот этим фактом напряженных, конечно же, очень напряженных отношений США с Ираном. Ну, я верю, что риски, которые сейчас закладываются в рынок нефти, риски с точки зрения того, что Иран из-за сокращения объемов добычи и поставок станет причиной дефицита предложения на глобальном рынке, эти риски существенно преувеличены. И, в конце концов, спустя какое-то время, участники рынка осознают, что не так уж и велика беда, и не так уж и существенные потери, и вернутся, опять же, к тому посылу, о котором мы с вами говорим. Это следствие статистики, указывающие на то, что предложение будет расти. Поэтому по нефти я прямо не успокоюсь, пока мы не увидим 70 долларов за парлю, друзья, но я думаю, что произойдет это очень скоро. Рубль 63.38, вы наверняка обратили внимание, что курс российской валюты остался под давлением, даже вроде бы как в условиях восстановившейся нефти. Здесь нет никакого парадокса, ничего странного здесь не происходит, потому что у нас помимо нефти был также еще один новостной фонд, который мы воспринимали как причину слабости рубля. Это постоянная растущая угроза санкционная со стороны Запада, и тоже Россия не оставляет покоя. Вот если вы сегодня смотрели новости, если вы рассматриваете эти сводки новостные, то первое, на что делается упор, так это на подготовку, точнее даже внесение на рассмотрение в Конгрессе США нового пакета санкций, которые будут задействованы в рамках против России. Уверен в том, что по сложившейся практике все же эти санкции примут, и какое-то время рубль будет в нервозном состоянии, потому что другой реакции быть не может. Но все равно этот момент минует, придет осознание того, что Россия уже давно живет под санкциями, и новый пакет, он практически ничего нового не привносит, все остается так же, как и было раньше. Поэтому мы вернемся к нефти, а по нефти вы знаете, что мы ожидаем, поэтому должны уже понимать, что рубль неизбежно будет двигаться в район 64-65, 64 даже мы уже видели, нам нужно 65. Доллар японская иена, сразу сделка по лимит 111.30. Друзья, я думаю, что сегодня может попытать удачу на локальном откате, отскоке от этого уровня и росте на сильных данных по non-farm payrolls. Если вам недостаточно non-farm payrolls, предлагаю вспомнить все те отчеты, которые вышли в начале этой недели, на прошлой неделе и чуть раньше этих периодов. Вчера у нас были заявки на пособие по безработице, то есть следом за EDP, снова хорошая цифра, хорошие данные, тенденции сохраняющихся прогресса, и еще одна прелюдия перед non-farm payrolls, благодаря чему мы вполне оптимизм, что non-farm payrolls сегодня не разочарует. Производственные заказы, мы ожидали хорошие цифры, не только мы, прогнозы экспертов, которых опрашивали, опять же, перед выходом этих данных, тоже были оценки довольно неплохие, но в итоге производственные заказы оказались даже лучше прогнозов, 0,7% с прошлого роста 0,4%. Действительно, друзья, куда бы мы сейчас не посмотрели бы в рамках отдельных секторов американской экономики, везде есть за что зацепиться, чтобы оправдать сохранение импульса для роста американской экономики и для того, чтобы оправдать эту озвученную в среду, когда были подведены итоги двухдневного заседания позиций и педрезерва, о том, что ставки будут повышаться и дальше. Если бы не вот эти заявления Трампа, датирующиеся 1 августа, о том, что он отдал поручение в торговой палате, рассмотреть возможность введения 25% пошлин вместо ранее обсуждающихся 10% на список категории китайских товаров в общем эквиваленте долларом в 200 миллиардов. Эта новость сейчас сдерживает, на мой взгляд, рост доллара, потому что участники рынка понимают, что если, опять же, ответка сейчас будет и со стороны Китая, и если вслед за предложением рассмотреть возможность введения новых пошлин последует фактическое решение, то, конечно же, спросом будет пользоваться защитные инструменты, более защитные, скажем, чем доллар, в отношении и в контексте пары доллар-японская иен, это японская валюта. Но я, друзья, предлагаю все же сейчас закрыть глаза на те политические риски, которые, торговые риски, которые могут появиться, и сегодня сфокусироваться на данных Мононфармферлс, поверить то, что данные должны поддержать курс доллара, ну и, разумеется, должны привести пару выше текущих значений. Также я советую посмотреть, где находится сейчас доходность 10-летних трежерис, практически 3% психологическая планка в моем основе. Вот сейчас уже пощупаем, и благодаря этому можем говорить о том, что в планах Федрезерва явно ничего не произойдет, потому что политика, точнее, ставки американских облигаций, они как раз и отражают намерение Федрезерва относительно того, что будет со ставками дальше. Все складывается пока что в пользу росту доллара, и этим нужно пользоваться. Евро против доллара снижается, я уверен, что 1,15 будет сделано совсем скоро, друзья. Не нужно сейчас идти против локомотива, которым я считаю и называю явное трендовое движение, нисходящее, развивающееся аж с апреля. Сейчас европейская валюта испытывает прессинг сразу разных факторов, это сильного доллара, это слабые статистики, и опять же затянувшихся переговоров между США и Европейским Союзом. То есть эти торговые переговоры, помните, после последней встречи Юнкера с представителями Вашингтона, многие называли быстрой победой, что действительно дипломаты договорились, но вот новость, получается, она пришла на рынок позавчера о том, что следующий так переговоров пройдет только осенью, заставила трейдеров сейчас принять во внимание тот факт, что придется жить сейчас в условиях неопределенности торговой в отношении США и Европейским Союзом. То есть получается до сентября еще два полноценных месяца. Я считаю, что это тоже негативно. Ну и основной фактор снижения сейчас евро, это прессинг со стороны доллара, потому что американская валюта заряжена на проложение восстановления. Опять же, с чем это связано? Это связано с ожиданиями роста процентных оставок. Поэтому по евро ждем с вами 1,15. Фонд против доллара. Герой вчерашнего дня британец. Ставка пересмотрели, подняли на 25 базисных пунктов. Получается, второе повышение ставок за последние 100 лет. Ну, особо никакой значимости больше-то и нету. Я думаю, что и само заседание это в целом не очень интересно, поскольку движения были не мощные, несущественные. Повышение процентной ставки, как решение, оно не было таким тотальным сюрпризом. Все-таки даже в экономических календарях закладывались возможности подобных корректив политики. Однако, напоминаю, как мы исходили, опять же, из чего мы исходили, когда поставили на возможность ослабления британца, даже с учетом повышения процентной ставки. Я говорил, что, несмотря на принятое решение, которое мы прогнозируем с вами о ставке, скорее всего, руководство Банк Англии признает необходимость сохранения мягкой экономической политики, но это точно подтверждает текущие объемы программы количественного сключения 435 миллиардов фунтов. Банк Англии обязательно будет говорить о рисках чудовищных даже касательно Брэкзита, потому что ситуация оставляет желать лучшего. Переговоры не могут сдвинуться с тупика и, в принципе, у нас вот такое нервозное ожидание из недели в неделю. Что же будет сказано дальше и на чем мы, скажем, будем валиться по британцу с текущих значений именно с отсылкой на тему, которая касается Брэкзита. Но пока что по Брэкзиту новостей нету. Я думаю, что даже если они появятся по уже сложившейся практике, они будут плохими. Я не очень-то верю, честно говоря, друзья, после того, что вчера на ставке даже не вылетелся, что британец вообще сможет восстановиться в ближайшие недели. В связи с этим предлагаю рискнуть. Может быть, это даже немножко противоречит тому, что я говорил вчера, потому что я фактически пытался откреститься от этой валютной пары, отмечая то, что очень многое на ней потерял. Но хочу дать еще один шанс, только уже соответственно через распродажу британца и с возможностью ухода пары фунт-доллар в район 1,25. На основании чего мы продаем фунт, потому что ждем больше негатива по Брэкзиту, ждем соответственно, что на фунт будет оказывать давление роста доллара и отталкиваясь от вчерашней риторики председателя банка Марка Камни, который четко дал понять, пересмотрев со снижения прогноза по росту заработных вклад, друзья, по инфляции с повышением и снижением по темпам экономического роста, решение о росте дальнейшем повышения процентной ставки уже убрано на перспективу чуть ли не конца 2019 года. То есть, как и следовало ожидать, больше банк Камни ставки повышать не будет. Вот, собственно, поэтому цены котировки курс британца отправился вниз. Ждем 1,25. Да, очень далеко до этого уровня, но я думаю, что не просто так. Пара сейчас уже который день топчется на планке 1,30. То же самое можно сказать про доллар канадец. Такой же уровень 1,30, сейчас котировки 1,30-10. Я, пожалуй, начинаю снова проявлять активность и отношения канадца и вижу, что очень хорошие шансы у пары двинуть ниже в расчете на то, что канадский доллар продолжит отыгрывать сейчас последние отчеты, которые вышли в темп экономического роста и, собственно, данные по активности в производственном секторе. И на основании этих данных, опять же, сегодня я читал статью по перспективам политики Банка Канады. Много там, конечно же, пробелов, но идея следующая, что на этих отчетах рынка, опять же, будет жить идеей того, что Банк Канады еще раз поднимет процентную ставку до конца этого года. Сейчас, опять же, тому, что пара не забирается слишком высоко, уровня 1.30, говорит также о восстановлении цен на нефть, хотя здесь, конечно же, спорный момент, поскольку котировки могут развернуться в любой момент и логичным образом притопить позиции канадца. Но вы наверняка заметили, что последние недели-две очень сильно раскоррелировано движение между канадцем, собственно, и нефтянкой. Может быть, опять же, это связано с тем, что сейчас трейдеры, которые спекулируют канадским долларом, обращают внимание только на одно. Это на перспективу повышения процентной ставки, а также на возможности прогресса по НАТО после того, как вроде бы есть договоренности и они еще не подтверждены, но переговоры продолжаются с Европейским Союзом и, собственно, с Мексикой. То есть, та же самая тема торговая. Может быть, США также смогут найти общий язык с представителями опять же, переговорщиков и из Канады. По австралийцу 0.7370. Мы снова приближаемся к планке 0.73. Не хочется накаркать, друзья, потому что из недели в неделю мы смотрим, как пара консолидируется в диапазоне 100 с небольшим пунктом. И сейчас снова идет к планке 0.73, даже 0.7350 уже видели, но потом снова идет восстановление. Я считаю, что по мере выхода сегодня сильных данных по нот-парам мощный катализатор на рынке при росте доллара рисковые инструменты должны просесть. Нам-то нужно по Австралию не так уж и много, меньше, чем по тому же самому европейскому валютному активу. И возможно цель будет сделана, друзья. По важным отчетам поговорили, соответственно, подвели итоги вчерашнего дня. Увидимся мы в следующий раз с вами в понедельник в 9.30 по московскому времени, как и всегда в прямом эфире. Осталось пожелать вам, конечно же, продуктивной торговой сессии, хорошего закрытия недели, замечательных выходных. Пожалуйста, соберитесь силами. Ни в коем случае не вздумайте растерять бодрое расположение в духах. Жду вас, собственно, в понедельник снова с новостным фоном, с его анализом, с оценкой, с подведением итогов, ну и с заготовками по релизам, что будет дальше, чтобы мы с вами могли демонстрировать новую торговую активность. На этом все. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok